Мы продолжаем теоретически сноуборить. Нас не остановить. Ну да, ну простепыны, простепыны, вот у меня тоже есть запись простепыны, но мы уже чуть-чуть коснулись и в принципе это и все сказали про них, что да, есть просто люди, кому неудобно постоянно нагибаться. Опять же вопрос такой, что где ты катаешься? Если ты катаешься в горах, ты гораздо реже используешь крепления, в смысле, что ты гораздо реже выстегиваешься и стегиваешься, потому что ты пока долго едешь вверх, потом долго едешь вниз, тебе это не нужно. А когда ты катаешься, например, в каком-нибудь подмосковном, ну или там любом локальном склоне, где у тебя там 300 метров спуск и постоянно туда-сюда встегивать-выстегивать, ну вы наверное понимаете, о чем я говорю, когда вы сходите с подъемника и вот куча сноубордистов сидят на попах там, как они говорят, что вы здесь поперек склона сидите. Вот они все сели и там эти свои стрипы крутят попами сидя на склоне. Такая картина наблюдается прям у каждого подъемника где-нибудь на локальных горках. Конечно, чтобы этого избежать, степыны, ну блин, незаменимая тема, да. Или когда тебе просто, ну неудобно... Ну ладно, пиво, я сказал, но у некоторых спина болит, блин. Ну там так получилось, да. Я просто лень. Это просто... Травмы какие-то. Степыны для ленивых. И я бы вот с удовольствием катался бы на степынах, если бы они имели как раз тот самый флекс. Помнишь, почему я перестал кататься на Клю? Потому что... Да, они очень жесткие. Да они... Нет, дело не в этом. Они жесткость имеют 7, но они не имеют флекса и демпфера. То есть я когда в парке трюк приземляю, вся эта вибрация идет мне в колени и в спину. То есть если вы прыгаете, скотчите, так сказать, никакая степына история не для вас. Маловероятно. То есть может быть какое-то новое поколение Бёртоновских креплений. А какие-то гасящие стельки? Ну это не совсем то. То есть... Да, наверное... Слушай, почему не то? Вот делают вот эти вот EVA платформы, они такие же тоненькие, как и те же стельки. То есть ты просто этой стелькой добавляешь себе вот это вот внутри. Но это я имею в виду про приземление, что ты говоришь про удары в ноги и в колени. Но ты не увидишь никаких фристайлистов, которые прыгают на креплениях без демпфера. То есть, ну, крайне маловероятно. Нет, ну они на степынах-то даже не подумают, мне кажется, прыгать. Это, так скажем... В рамках рекламной, наверное, компании могут. Ну да. Чё вспомнил? Смотри, вот, например, FIX. Помните, с чего мы начали, когда линейку Union поделили на две ветки? Freestyle и All Mountain. У креплений FIX тоже есть две ветки, о чём я сейчас подумал. Смотри, одна из веток у тебя в руках, это крепление Nation. И другая ветка, вот, например, Magnum. Ну, понятно, что Magnum это сильно дорогое крепление, Nation дешевле. Но они из разных веток. Почему? Magnum ставит демпфер. Вот он. У Nation демпфера нет. И все крепления FIX поделены на две ветви. У одной ветви нет демпфера, у другой ветви есть демпфер. Вот, например. Здесь тоже есть, видишь? Какой-никакой, но есть. Но при этом у них есть ещё... О, кстати. Как ты считаешь, нужно ли вот это заваливание платформы? Понял о чём я? Когда у тебя ноги на сноуборде стоят... Ну, под углом, да. А вот так. Для чего? Ну, как бы, потому что мы треугольники. Мы не квадраты. У нас ноги не вот так входят в тело, а под углом. Вот как ты думаешь, вот эта история... Почему её делают только на фристайльные модели? Почему на фрирайдовые не делают? У фрирайдеров ноги из другого места растут. Я, честно говоря, как это сказать, не задумывался над этим вопросом и, как бы, как сказать, не следил за этим, да, что вот почему-то вот у таких есть, а у таких нет. То есть я знаю, что если этот уголочек есть, то, ну да, наверное, это прикольно для анатомии. Ну, по анатомии это здорово для твоих ног. Ну, если их нет, это угла, наверное, я не думаю, что ты сломаешься прям вот. Вот смотри, например, через год катания. Фикс Ялот. Или Ялли, как правильно. Здесь угол этот есть. Примерно там один, наверное, градус. Но он есть за счёт... Платформы, да. Так а у всех за счёт платформы. Вот, например, здесь два градуса, здесь более завалено, но это фристайловое крепление прям. То есть селект позиционируется как крепло для фристайла. Например, у Юнион у всех креплений на мини-диске вот этот завал в сторону есть, а у всех All-Mountain креплений, например, там у Форсов, у Атласов, у них этого завала нет. Вот неужели фрирайдеры не хотят этот завал, чтобы удобнее было кататься, чтобы коленки не болели? Или как это... Почему так? Я чувствую. Или только у меня возникает такой вопрос. Если вы знаете ответ, напишите нам в комментарии. Будет интересно почитать. Если что, ну, мне завал этот нравится. Я считаю, это хорошая история, правильная. Потому что даже Тейлпрессы или какие-то баттеры делать с завалом гораздо проще. Ну, мне кажется, это немножко из той же серии, что и какие-то вот такие супер маленькие тонкости, очень тонкие тонкости, когда ты, может быть, даже и не почувствуешь их присутствие или их отсутствие. Ну, смотри, мне вот почему так, я думаю. Потому что вот это все, это мягкая ЕВА. И, в общем-то, ты когда встаешь ботинком на них, ты весом своим все равно сдавишь, да? Ты эту мягкую платформу, да, она там, может быть, на миллиметр или на два толщину, все равно это мягкая часть. То есть ты на нее встаешь и просто продавишь ее, хотя, наверное... Ну, ты ее продавишь, скорее всего, одинаково и слева, и справа, и тогда она, да, угол у тебя чуть-чуть останется. Ну, я, честно говоря, над этим вопросом никогда не задумывался, потому что, опять же, я его лично не могу прочувствовать. То есть я понимаю, что, скорее всего, да, анатомически это лучше, а, ну, у меня вот за сколько там, за 30 лет каталки кости пока еще из таза не выкрутились за счет этого угла? Ну, кстати, я в первый раз столкнулся вот с этими углами в 2012-м или 2011-м году. Перепали мне крепления от бренда ROMSDS, и модель была, если не ошибаюсь, 390 BOSS, что ли. Они, короче, какая-то экспертного уровня, и они в комплекте клали 3 комплекта газ-педалей. То есть вот эти полностью все платформы, их было 3 комплекта. 0, 2 и 3. И я тогда даже толком не понял, что это такое, но решил все затестить, и помню, что мне зашел комплект с цифркой 2, то есть они были завалены на 2 градуса. И что мы имеем через, там, 10 и больше лет? Крепления NOW делают завал 2 градуса. То есть на тот момент я уже мог угадать, куда все это дело пойдет, чуть-чуть разовьется. Тогда вообще никто не понимал, что это такое. По-моему, даже у бренд-менеджера я спросил, и ответ был в стиле, да, это какая-то фристайловая история, тест, и потом расскажешь. Вот, и 3 градуса было слишком сильно завал, а вот 2 как будто в самый раз, а 0 уже было после этого неприкольно. Ну, это такая же история, как вот эти стельки с супинаторами, да, там в каких-то в некоторых ботинках кладут тоже 4 комплекта даже, разной толщины. Ну, тут понятно, да, твоя нога имеет разный вот этот вот подъем, по плоскостопию. Да, зависит от плоскостопия. Регулировать можно, да. И, видимо, они решили так же регулировать. А сейчас просто сделали платформы. В любом случае, все это наша любимая рубрика «Теоретический сноубординг». Да, как говорит Энгрис Сноубордер, да, если вы смотрите, привет сноубордисты интернета. Ну, очень много... Подразумевая хейтеры. Нет, ну, в том смысле, что, блин, ну, не знаю, можно вот... Я не знаю, я хочу закончить, наверное, с тем, с чего я и начинал, с такой мысли, что доска, крепление, ботинки, они тобой не управляют, ты ими управляешь. То есть все твои, так сказать, умения, которые ты прокачиваешь со временем, они больше влияют на катание, на уровень катания, чем железо, чем оборудование. Понятное дело, что если мы говорим про какое-то совсем уж шлаковое оборудование, то тут, наверное, да, тебе будет мешать. Но сейчас оборудование никто шлаковое не делает. Все делают только топчик, только новые модерновые технологии, которые, в общем-то, предназначены, чтобы помочь тебе правильно кататься. Но мне кажется, что не все эти технологии прям настолько важную играют роль, что прям вот ты с уровня начинающего поднялся до уровня Трэвиса Райса. Опять же, с моей точки зрения, вот этот сноубординг, который нас вообще окружает всех, он не предназначен для только Трэвиса Райса. Трэвис Райс и Ижи с ними, это верхушка вот этого айсберга, да, то есть это топ райдеры, которые могут вот это все вытворять на сноубордах, а вся вот эта середина айсберга, да, более массовая, народ, им вот это, как сказать, такие тонкости им не нужны, они просто катаются, им, блин, фан нужен. Если чуть проще и короче, то несмотря на то, что, например, Now или Jones делают скейт-тег, и налево-направо его пихают и рассказывают, какой он классный, это не значит, что он вам нужен. То есть, если вы хотите переплатить за эти крепления только для того, чтобы получить тот самый скейт-тег, не понимая вообще, что это и нафига, киньте лучше мне на Тинькофф разницу, а я вам подберу крепления другие, например, Fix. 10 тысяч сэкономить. Нет, ну при этом, я не скажу, что крепления Now плохие, да? Нет, нет, речь не об этом, речь о технологиях. То есть, нужно вам или нет, вот, например, карбоновая версия креплений Now, вот смотри, Drive, стоит 80 с лишним, при этом Drive Pro стоит 49 800, вот, ты уверен, что тебе нужно крепление карбоновое? Да, оно легче и жестче, но тебе оно нужно? Ну вот, я катаюсь 20 лет мнению. Задай себе этот вопрос, когда будешь выбирать крепление, а нужно ли тебе такое? То есть, не всегда дорогое, значит, подходящее вам. Чаще всего это не так, поэтому сначала... Нет, ну, карбоновые, как скажем, карбоновые модели крепления, они всегда, даже там, не знаю, там, 20 лет назад, они тоже были, при этом их, естественно, покупалось очень мало, потому что, во-первых, очень жестко, и даже, я помню, как мы работали там в магазине в неолимпийских играх, мы даже сами рекомендовали людям брать карбоновые, потому что очень жестко, особенно, естественно, начинающим. У меня были когда-то крепления бёртоновские, у них был какой-то карбоновый, такой, вставка в середине хайбэка карбоновая, вокруг была пластика, в принципе, и то мне казалось, что, блин, пипец, они жесткие, а сейчас уже полностью карбоновые. Ну, в общем, да, наверное, стоит как-то выбирать... Карбон. Думать, что ты, что ты вообще, что ты, что тебе нужно от сноубординга. Если ты хочешь там, если ты хочешь достичь топа вот того, где находятся вот эти все прорайдеры, конечно, наверное, да. Но опять, это там настолько все тонко, кто-то катается в таком, кто-то в другом, кому-то пожёстче ботинки, кому-то помягче. И опять же, скорее всего, это люди, у которых есть для этого какие-то предположенности, которые имеют хорошую... Ты имеешь в виду, которые имеют амбиции? Нет, амбиции, ты можешь иметь какие угодно амбиции, но если у тебя нету физический, так скажем, физический, ты просто не можешь исполнять такие трюки, там у тебя голова кружится, да, например, ты не можешь. Ну, это всё понятно, любой спорт возьми, есть предрасположенности у людей к занятию именно этим спортом. Если ты хорошо крутишься и примерно представляешь, как ты двигаешься в пространстве, тогда, да, тогда там у тебя шансов гораздо больше. Но это, скорее всего, не зависит от оборудования, опять же. Вообще, при выборе оборудования не перепрыгивайте свой уровень. То есть, не нужно брать, вот, буквально недавно была ситуация, человек хотел самые жёсткие ботинки, при этом он новичок. Ну, там, не самые жёсткие, но, по-моему, как раз речь шла про TM2 XLT. Человек-новичок, но насмотрелся видосов в интернете, хорошие ботинки, крутые. Логика такая, что, ну, я же через два года научусь кататься и буду в них кайфовать. Да, это так, но эти два года ты не будешь кайфовать. Возьми помягче, а потом возьми другие. Всё-таки сноубординг тут не всегда про экономию, а это времяпрепровождение, это кайф. Если ты потеряешь хотя бы два дня из сезона из-за того, что ты взял неподходящий себе став, это уже будет печально и грустно. По поводу карбона, кстати, что вспомнил, не забывайте, что карбон очень крепкий на изгиб, то есть он очень жёсткий, но совсем не крепкий на удар, то есть карбоновые крепления очень дорогие, но при этом крошатся. Если вы не самый аккуратный райдер, такой как я, например, вам карбоновые крепления противопоказаны. Ну, в тебя может просто тупо кто-то въехать. Да, да, да. Тем более, если вы катаетесь на каком-нибудь розахуторе, то лучше не стоит. Но если вы быстрее всех, и вы во всех въезжаете, да, наверное. Ладно, чё, заканчиваем, наверное, теоретический сноубординг. Теоретический выбор креплений. Я думаю, нам придётся это видео разбить на серии, надо будет сериал целый. Теоретический сноубординг сезон первый вышел. Ну да, ещё хотел коснуться немножко материалов вот этих вот стрепов, да, то есть есть тканевые какие-то стрепы, а есть стрепы сделанные уже, так скажем, из каких-то полимеров, причём, я так понимаю, тканевые стрепы это уже прошлый век, а полимеры это уже более современная история, хотя и вот некоторые крепления до сих пор ставят стрепы тканевые. Больше важен не материал, а сам вот как сделано крепление, типа, есть ли в нём дырочки, ну, вот, например, смотри, две версии одного и того, что мы продолжаем теоретически сноубординг. Нас не остановить. Ну вот последний вопрос. Смотри, два одинаковых крепления, по сути, это селект, да, это коллаборация с ЕСом, смотри, видишь здесь стреп такой, и вот стреп вот такой вот. Ну да. А вот этот стреп более комфортный. Вот этот стреп выдавливает снег, например. Откуда? От ботинка. Откуда сейчас снег на ботинке, ты можешь рукой стряхнуть. Не, ты чё? Нет, ты, блин, будешь в сугробах, да, это? Ну вот этот стреп точно комфортнее, но выглядит не модно. Ну вот вопрос, да, это мода или это всё-таки какие-то технологии? Я просто помню, что раньше у всех такие. Ну, этот, кстати, всё-таки не тканевый. Это тоже какой-то полимер, это, скорее всего, какая-то пена, которая придана вот эта форма. А вот здесь есть стреп, вот именно вот он тканевый, да, он сшит, причем из разных кусков ткани разного да, но их объединяет одно, то, что и тот, и другой стреп комфортный, гораздо комфортнее, чем вот такой. Почему? Потому что они мягенькие, и они... Да, мне кажется, что он мягкий, он не имеет каких-то острых, скажем так, краев, углов, он сам по себе такой чуть-чуть мягче материал, как подушечка такой, а вот этот прям серьезный, который облегает ботинок, но при этом как бы давит в него. При этом, да, обрезается. Вот, то есть на изгибе ботинки, если у тебя ботинки мягкие, то как будто вот такой тебе нужен стреп, а если у тебя жесткий, то в принципе вот такой вот берешь и не облавливаешься. Тоже такой моментик. Ну да, и вот я так смотрю, что в основном ты как раз в последнее время именно вот такие... В основном модные, да. Модные делают, да. Ну, наверное, все, ладно, хорош, уже много времени прошло. Если вы, друзья, что-нибудь еще вспомните, какие-то вопросы, вы накидайте нам сюда под низ этого видео, мы, может быть, еще с вами продолжим это обсуждение уже в комментариях. Или в следующем видео. Не, ну ладно уж, комментариях. Мы вроде в прокреплении так все поговорили, какие есть, что на что влияет. Ну, там, ладно, мы уже там не говорим о каких-то совсем уж тонкостях, да, там, где, как от чего откидывается, материалы, бакли и так далее. Это уже все вокруг все по сто раз рассказали. Да, это просто общая информация. Предположим, что вы уже идеально подобрали ботинок под то или иное крепление. Если вам повезло и вы живете в городе, где находится магазин сквот, вы просто можете к нам прийти, мы подберем все крепления, какие вам и даже подискутировать. но если вам не повезло и вы живете в других городах, ну, или нам не повезло, что вы живете в других городах, то, возможно, это видео на какие-то направит вас на какие-то действия по выбору креплений онлайн. Мне нечего, давай, не прибавить, не убавить. Да. Заканчиваем этот сериал. Заканчиваем сериал. Всем пока. Увидимся в горах. Субтитры сделал DimaTorzok